Про таких говорят спортсмен до мозга костей. Еще в 1977-м задатке к лёгкой атлетике у четвероклассника Челябинской школы Дима Кузнецова на уроке физкультуры увидел тренер общества «Динамо» Иван Гергенрейдер. Наставник сборной Советского Союза пригласил парня в свою секцию. Через четыре года Кузнецов выступал за столичный клуб ЦСКА в 9-й Московской школе Олимпийского резерва. У нас было в советское время, я подчеркиваю, шестиразовое питание. И были очень хорошие условия, но за малейшую провинность или какое-то там нарушение дисциплины человек был исключен и отправлен домой. То есть все было очень строго и требовался результат. В 15 лет на первенстве Урала на трехкилометровке Дмитрий пришел вторым. Следом взял бронзу на чемпионате Советского Союза по юниорам на 10 километров. Нормативы мастера спорта СССР по спортивной ходьбе Кузнецов выполнил на 20 и 50 километров. Дмитрию везло на сильных и опытных тренеров. Его наставниками были чемпион мира Михаил Щенников, участник Олимпийских игр Сергей Лобасов. Со стороны кажется, что это нудный вид спорта. Это надо монотонно, это долго надо терпеть. Бывает жарко, бывает холодно и дождь. Со всеми этими условиями борешься, доказываешь себе, доказываешь тренеру, доказываешь обществу, родным, тому городу, стране доказываешь, что ты можешь. Личные результаты Дмитрий Геннадьевич аккуратно записывает в дневник. Они помогают распределять интенсивность тренировок. Красным отмечен максимальный километраж – 350 километров в месяц. А сколько было зачетных стартов, спортсмен не считал. Судя по записям, несколько сотен. И на каждом легкоатлет выкладывался по полной. По-другому Кузнецов не может. Я вспоминаю такой момент, когда идем, и уже, казалось бы, образовалась лидирующая группа из восьми человек. А уже все, уже и печень прихватила, и уже ноги не держат. И тут кто-то из этих восьми человек вылетает назад. Ты понимаешь, что, оказывается, не только тебе трудно-то, а совсем трудно. И начинаешь еще больше терпеть, работать. Дмитрий Кузнецов ушел из профессионального спорта по всем меркам очень рано. В 25 лет нужно было кормить семью. Когда появилась возможность, вернулся к регулярным тренировкам, участвует в Гагаринском забеге. С 2012 года приносит награды в копилку Щелкова, являясь единственным в Московской области легкоатлетом по спортивной ходьбе в категории «Мастерс». Зимой тренируется в Щелковском манеже. В 49 лет установил личный рекорд. Прошел 5 километров за 24,16 минуты. Позже улучшил результат и не теряет надежды побить его в третий раз. Дмитрий Геннадьевич, а не обидно, что в течение 5 лет легкоатлетика не участвует на мировых аренах? Но соревнования между тем проходят. Я знаю, что есть результаты, да? Ну, конечно, всем легкоатлетам обидно. Уже 5 лет не выездные, так скажем, не выступаем на мире, на Европе. Это все возраста. Конечно, и нам, ветеранам, тоже это очень обидно. Потому что проходит тот же чемпионат мира в том году. И у нас параллельно был чемпионат России зимний в Смоленске. Я выиграл на трешке и пятерке. В Щелковском фоке Дмитрий Геннадьевич ведет группу по спортивной ходьбе из 12 человек. Полину Новикова, не в обиду другим, называет лучшей в категории «Мастера 40 плюс». В этом году на чемпионате России в Пензе Новикова пришла к финишу второй на пятиглометровке. В Ярославле на той же дистанции выиграла Кубок России. Другой подопечный Кузнецова Дмитрий Кремоносов испытал выносливость на соревнованиях патриотлона в Адлере. Вплавь на велосипеде и бегом преодолев 226 километров. Сам мастер спорта в 54 года на Кубке дружбы в Адлере в 28-градусную жару первым преодолел 5 километров за 25 минут 7 секунд. Так, изо дня в день своим фирменным кузнецовским шагом 15-кратный чемпион России обогнул без малого три витка вокруг земли. На 20 километров я перехожу на следующий год в другую возрастную категорию, мне исполняется 55. Как раз в этой возрастной категории рекорд России на 20 километров принадлежит Шипицуну Толику из Сибири. Ну вот хотелось бы замахнуться на этот рекорд. Михаил Налетов, Валерий Жеглей. Щелковское телевидение. Спасибо. Спасибо.